МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. До помощи правоохранникам, благодаря камерам видеоназирания, все лета, количество раскрытых злочинств повеличилось в полтора раза. Чаровный эликсир Деда Мороза. В Гомельском цирке отбылась премьера новогодней программы. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Жихарам Беларуси не варто хваливаться об нафтовым податковым маневры России. Наверное, при горшем варианте катастрофы не будет. Сегодня про это заявил Александр Лукашенко, принимающий доклад про закон нового бюджета и обновленного податкового кодекса. Президент подкреслив, что подобные действия закрывают в первую чергу работу союзной державы и ЕАЭС. Зрешто и эти недомолки могут быть выражены по часу встреч лидеров Беларуси и России. Я смотрю целый шквал разных точек зрения, мнений. Это естественно, но что меня настораживает, что беларусы заволновались. Я хочу прямо сказать, волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема, руководство страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то это вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать. Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400-500 миллионов долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами. Поэтому я хочу просто успокоить наших людей. Надо, как жили, спокойно работать. Болеть за свою семью, за своих детишек. Сделать все для того, чтобы достойно отметить Новый год. А мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, особенно ребенок, не остался без внимания. Что тышится бюджету, то Александр Лукашенко запотрабовал оптимизовать усе выдатки и снять лишнюю нагрузку на державный кошелек. Это тышится и разных закупок, и международных мероприемств. В целом же бюджет 2019 сформированы по консервативным сценариям. Это значит, траты расписаны аккуратно, али без перегибов. Уже на этом тыйдне проект бюджету поступит в парламент. Агульная накерованость досыть позитивная. Темп роста внутреннего валового продукта, закладенный на узровне 102%. Не изменится и ставка рефинансования. 10 пунктов. Уличанный и ценник на баррель нафты – 60 долларов. Выручка холдинга «Белорусская металлургическая компания» с початку года перевысила 2 миллиарды долларов. Это лучший выник за всю историю его иснования. Темп роста выручки – 134% до аналогичного периода минулого года. По традиции основный объем – больше 70% – формирует БМЗ, который появляется керующей компанией холдинга. Царот лидеров так же решит хеметизм и Могилевские металлургические заводы. До речи, на опошнем предприемстве самый высокий покажет к росту объема выручки – 158%. Больше за 400 злочинств в регионе селеты допомогли раскрыть камеры видеоназирания. Об этом сегодня поведомил начальник управления внутренних справ Гомельского обл. Ваконкама Александр Васильев. Колькость раскрытых злочинств в поравнании с минулым годом повеличилась в полтора разы. На данный момент системами видеоназирания оснащены омаль три тысячи объектов, где обсталявание камерами является обвязковым. В ближайший час их колькость в громадских местах плануется повеличить. Правсоюзные правовые приемы завтра пройдутся в организациях будовничьей галины. Инспекторы окажут бесплатную юридичную допомогу. Юристы Федерации профсоюзов проведут консультации по вопросам, связанных с обороной, працанных правов и социально-экономичных интересов. Будовничная галина обрана не выпадкова. Работы в этой сфере носят сезонный характер. У зимовый период можно сутыкнуться с такими проблемами, как переводы на иншие виды работы, альбо неполная занятость, и, как следствие, сменьшение оплаты працы. Нагадаем с листопада, что месячные выездные профсоюзные приемы проходят по галиновым принципам. А пошни были на предприемствах, размешанных у сельской местовости. Сегодня у Гомеля уручили премии областного выконавчика комитета наученцам, которые досягнули значных выников у интеллектуальной и громадской деятельности. Узнагороды отримали 50 человек. Уручение штугодовых премий гомельского облвыконкома сегодня прошло в 20-й раз. За этот час ее лауреатами стали 970 талиновитых молодых людей. Царот запрошенных на церемонию ознагородживания, переможцы международных предметных олимпиад, конкурсов и конференции. У их активе дипломы и медали международного турниру юных математиков, олимпиады школьников союзной державы, республиканского конкурса церунников и навыд международного фестиваля при гажосте «Золотый подснежник». По мер премии облвыконкома складает 10 базовых величинь, а для лауреатов, куда больше важное значение, мая признание их талентов. Я собираюсь стать программистом, собираюсь войти в IT-технологии, посмотреть интересные некоторые вещи в мире, изучить мир, поездить по нему, провести пару конференций. 250 удельников собрались в Белорусском державном университете транспорта на открытый робототехнический турнир. 135 команд из Минска, Витебска, Гомеля, Решицы и Светлогорска змогались за перемогу в пяти категориях. Сместо напруженных и захопляльных робототехнических баталий. Сюжет наших корреспондентов. Самому молодшему удельнику сего шесть годов, старейшему – шастнадцать. Прагода перемоги была серьезной у кожного. Для одних робототехнику это был самый первый турнир, и они были захоплены не только конструированием, но и самой атмосферой. Больше опытные удельники, сдавалось, никого навоку не зауважали и были максимально сконцентрованы на процессе. Соборенство проходило сразу на некоторых поверхах университета. До речи, на 2020 год у ВНУ заплановано открытие специальностей, связанной с робототехникой. Белорусский государственный университет транспорта, являясь старейшим техническим университетом Гомельской области, молодежные инициативы поддерживал, поддерживает, будет поддерживать всегда. Но особенный интерес у нас, конечно же, как университета транспорта, технического университета, связан с тем, что в перспективе будет реализовано на уровне технологий. Ну а будущее сейчас технологий транспортных, строительных, во всех сферах жизни человека – это, конечно, робототехника. Узровень развития робототехники у свете досягнул великих вишень. Роботы уже заняли свою нишу у житті громадства. И они стали часткой сучасной промысловой революции, якая характеризуется широким укоренением адаптивных технологий и роботизации в творчестве. Что год, все больше предприемства автоматизуется. И сейчас завод, на котором працуют всего несколько десятков человек, а всю основную работу выполняют роботы, уже никого не удивляет. Гомельская область, до речи, сиротургийон в Беларуси, займает одно из лидирующих мест в развитии робототехники. А наша края демонстрирует своих талиновитых робототехников на сусветном узровне. Недавно белорусская команда, например, побывала у Таиланде. Чем интересна робототехника для меня? Потому что мне очень нравится программировать, и я хочу видеть, что происходит в действии. Поэтому я увлекся робототехникой. А из самых больших побед, наверное, это была победа на республиканских соревнованиях в Беларуси и поездках на чемпионат мира в Таиланду. По выникам открытого робототехнического турнира больше за все у Знагород засталось в Гомеле. Але самое главное, что никто с удельником не стратит в пылках и мкнении досягать новых вишень, сустракаться снова и верить в свои будущие перемоги. А отбудется черговая встреча мастнейших юнаков-девчат уже в весну. Черговый робототехнический турнир запланованный на Соковик. Марина Джала, Йогиня Кухаронак, Василия Сипцов, телерадио-компания «Гомель». В областной библиотеке имя Ленина прошла презентация книги «Дорога до ужиней у житё». Выдание присвечено 80-годовому юбилею предприемства «Гомель Аблдар Буд». Книга рассказывает про остановление дорожной галины в Украине у Вогуле, как все началось, с какими тяжкостями сустракались дорожники, в каких умовах доводилось працавать. А кроме того, на сторонках выдания можно прочитать про сучастную деятельность «Гомель Аблдар Буд» и планы на будущую. Книга увидела свет в выдавецком доме «Гомельской правды». Сопрацовненство дорожников с редакторами, фотографами и керавнистом редакции вылилось в сопраудный творчий тандем. На створение книги пошел амаль год и 10 годов на реализацию задумки. Вся идея создания книги родилась уже довольно давно на нашем предприятии. Но как-то эту задумку не удавалось воплотить в жизнь. Никогда эти планы не были доведены до конца. Всегда заканчивались эти идеи какими-то фотоотчетами. Ну и в этом году, благодаря сотрудничеству с редакцией «Гомельской правды» в конце концов эта задумка воплотила жизнь. Была написана такая книга. Подчас презентации керавнистого Гомеля «Болдар Буд» подаровала книги областной библиотеке имя Ленина, а так само библиотекам Белдута и дорожно-будовнишого колледжа. С надея на то, что навученцы этих установ после отчитания сделают свой выбор на корысть просоединения в дорожную галину и в приватности на предприемство «Гомель Аблдар Буд». Сегодня у Беларуси означается «День кино». Это профессийное свято республиканских кинематографистов было уведено указом президента в 1994 году. Дата выбрана не выпадково. Минавито 17-го и Снежне 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчестве в БССР. Непосредственно в Гомеле первый кинотеатр открылся в 1911 году. У якости малой зала кинотеатра имя Калинина «Будынок захавауся до наших дзен». Зараз тут и дзера конструкция, подчас якой выглядят залы буден оближен до першопочаткового. Увоголя, не глядяши на некоторые, не самые оптимистичные прогнозы про сто годов после первых показов кинотеатры у Гомельской области не только протягивают жить, а и развиваются. При этом, коли в районах их самоокупность складает около 70%, то у Гомеля – 100%. Для протягнения глядачоу и повышения эффективности работы в кинотеатрах шукают новые формы. У приватности размова может истя побольше активной рекламной кампании в интернете, створений так званых виртуальных зон и гульнявых пляцовок. Это и фильм, это, конечно, и возможность совершить какие-то покупки сопутствующие, это возможность, в том числе, где-то там какие-то дополнительные услуги в егоде игровых зон, и это возможность провести время не только с семьей, и возможность провести время кампании с друзьями, и, собственно говоря, возможность людям самых разных возрастов найти для себя что-то то, что их не оттолкнет от похода в кинотеатр, а наоборот, будет способствовать, чтобы они вернулись еще туда. На переддень Нового года Гомельский цирк подрихтовал для глядачоу головокружный подарунок. Яркое новогоднее шоу, чаровный эликсир Деда Мороза собрал в этой выходной аншлаг. Чем на этот раз артысты из 9 гомельчан поцекавился наш корреспондент Павел Михно. Еще до третьего звонка в глядельной зале практически не засталося ни водного пустого места, ни дивно. В новогоднее шоу это за все эти самые яркие и видовищные номеры. Кировничество Гомельского цирка за все эти ставилось серьезно на подбору программ и артыстов. В этот раз не выключение. Каля трех месяцев пленной працы подаровали глядачам макшимость убачить наилепших циркашоу с таких краин, как Россия, Венграя и навод Франция. Под куполом гомельского цирка их таланты дополнили один одного, подаривших глядачам неверогодное представление. Основная особенность этой программы в том, что в ней будет очень много цирка. Настоящие очень хорошие номера, которые мы пригласили для этой программы, чтобы сделать детям праздник, чтобы у детей, в общем-то, было ощущение того, что Новый год – это светлое и радостное чувство. Шаровный эликсир Деда Мороза. Это оригинальные номеры с разных худков света, объединенные в одну новогоднюю программу. Великая колькость экзотичных живел, среди которых дрессированные малпочки, зебры и черноморские морские львы выкликали мощное захопление как у юнака, так и дорослого глядача. Сегодня из программы мне запомнились клоуны. Очень люблю цирк с животными. Вот, ну, собственно, так. Программа, трималась насыщенной, и окрямя цирковых номеров с живелами, включила у себя неверогодные труки гимнастов, акробатов и эквилибристов. Варто отзначать, под мостным уражением от феерычного шоу засталися не только глядачы, али и сами артысты. Шикарная публика, шикарная. Очень хороший зал, очень хорошие ребятишки, все веселые. Ну, конечно, скоро же Новый год. Надо радоваться, тем более в цирке такая большая двухчасовая программа. По традиции, новогоднее представление мае казочный сюжет. В этот раз глядачам треба наполнить свою добрынёй, смехом и аплодисментами чаровный сосуд. Дякуючи яму, Дед Мороз и Снягурка, вырастять пригожую новогоднюю ёлку. Убачить цікавое видовище можно до 13-го студеня. Головное – поспеть купить заповедный билет. Павел Михно, Сергей Лукашук, телерадоэкомпания «Гомель». Эта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до сустреча у эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Патроны являются боевыми и пригодны для производства выстрелов, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В пятницу при обыске места жительства одиннадцатиклассника, который пытался попасть на хоккей с двумя ножами и топором, нашли два десятка патронов к пистолету Макарова. Напомним, 14 декабря в Гомельском ледовом дворце проходили игры детского хоккейного турнира. При входе сотрудники ОМОН проводили досмотр личных вещей болельщиков. Один из посетителей привлек особое внимание. Сотрудники обнаружили у него в рюкзаке два больших ножа и туристический топор. 17-летний парень не смог внятно объяснить, для чего ему необходимо такое снаряжение и зачем он его принес на хоккей. В тот же день в доме подростка прошел обыск, в ходе которого в его комнате было найдено более 20 патронов. В пятницу на экспертизу поступили патроны, которые по результатам проведенной экспертизы являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм пригодными для производства выстрелов. Подросток задержан в отношении его возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Вполне возможно, что отлаженная работа по проведению массовых мероприятий и внимательность сотрудников милиции помогли предотвратить трагедию в нашем городе. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы и два человека погибли. В пятницу утром в Лельческом районе на автодороге Лельчицы-Горка автомобиль Ауди 100 под управлением мужчины 1985 года рождения столкнулся с ЗИЛом. Водитель при совершении маневра обгон не убедился в безопасности совершаемого маневра выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ. В результате происшествия водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. А накануне вечером 77-летний водитель, управляя автомобилем Форд Фиеста и двигаясь со стороны города Мозырь в направлении Калинковичей, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Остались живы, но без крова над головой. В Петриковском районе из-за утечки газа взорвался частный дом. 16 декабря в 11.10 спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в доме по улице Коммунальной в деревне Средняя Рудня. При подъезде к месту вызова было установлено, что деревянный жилой дом полностью охвачен огнем. Хозяйка вместе с мужем находились на улице. По предварительной информации на момент возникновения пожара хозяйка домовладения совместно с супругом были в сарае. В доме топилась печь. В момент открытия входной двери домовладения произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением в районе газового вентиля баллона. Мужчина самостоятельно попытался потушить пожар и вынести газовый баллон наружу. Однако его попытки не увенчались успехом, после чего они вместе с супругой покинули домовладение. В момент прибытия подразделений произошел взрыв газового баллона с последующим горением кровли. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и мущество внутри жилого дома. Мужчина получил ожоги лица и рук и был госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения. В этот же день гомельские спасатели ликвидировали пожар в частном двухквартирном доме по улице Лепешинского в Гомеле. На момент прибытия подразделений МЧС хозяева квартиры находились на улице. После осмотра работниками скорой медицинской помощи один из них с отравлением продуктами горения в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу. В результате пожара огнем повреждено пять квадратных метров потолочного перекрытия и мущество в квартире пострадавшего. Причина пожара устанавливается на израсматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. А вот в Мозырьском районе причины пожара в деревне Слобода в момент возникновения пожара в доме на улице Ленина мужчина спал на диване. От дыма и огненного жара он проснулся и принялся тушить пожар подручными средствами. С огнем мужчина справился еще до прибытия спасателей, но получил ожоги тела. После осмотра работниками скорой медицинской помощи пенсионер с предварительным диагнозом ожоги лица, шеи, кистей рук был госпитализирован. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Гомельчанкам не удалось, хотя они были к этому близки. Финальная сирена зафиксировала на табло победу БНТУ со счетом 24-23. Менчанки взяли реванш за поражение в первом круге. Теперь в таблице чемпионата двоевластие. У Гомеля и БНТУ по 22 балла. Третью победу в чемпионате добыла мужская команда гонбольного клуба «Гомель». Подопечные Сергея Цыганкова в гостях были сильнее белорусской молодежки. После первого тайма гомельчане выигрывали 16-12, однако в ходе второй половины игры преимущество растеряли. Благо в концовке гостям сопутствовала удача и они сумели одержать победу 26-25. Без шансов для гостей. В 14-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу в Гомеле состоялось областное дерби. БЧ принимала Светлогорский ЦКК. Стоит отметить, что для обеих команд нынешний сезон складывается удачно. Светлогорская дружина, за которой в последние годы закрепился статус аутсайдера, на данный момент борется за место в плей-офф. В преддверии 14-го тура ЦКК замыкал восьмерку сильнейших. Прогресс железнодорожников также выглядит впечатляюще. Команда Дмитрия Камека в преддверии отчетного матча одержала 6 побед к ряду и занимала 4-ю строку в турнирной таблице. Уже на старте матча железнодорожники подтвердили статус фаворита, открыв счет. Вскоре, правда, гости, выдав ударный отрезок в нападении, отыгрались. К сожалению, на этом все для Светлогорской команды и закончилось. Ошибки голкипера и автогол еще до перерыва обеспечили сопернику комфортное преимущество. 5-1 в пользу БЧ. Сегодня мы проиграли за то, что пропустили первых три гола, которые не нужны были команде. Там за ошибок вратарей. Во втором тайме железнодорожники еще четырежды огорчили гостей, на что те ответили только одним точным ударом. 9-2, седьмая к ряду победа БЧ. Мы постепенно вошли в ритм. Наверное, это не то, чтобы физически. Физически не думаю. Это именно игровой. Ребята споймали те наработки, которые мы уже давненько начали наигрывать. Но постепенно, со временем, они только пришли. Плюс были кадровые у нас проблемы в течение первого круга. То есть я думаю, что просто постепенно вошли в игру. Запомнили все комбинации, выучили, выучили все расположения, требования тренера. И плюс, самое главное, у ребят такое хорошее спортивное желание побеждать и двигаться к вершинам. За тур до финиша первого круга железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице. При этом у подопечных Дмитрия Камека есть все шансы уйти на новогодние каникулы, находясь в тройке табеля о рангах. Для этого в пятнадцатом туре необходимо обыгрывать Борисов-900. Еще один представитель нашего областного центра ВРЗ 14 тур пропускал, однако сумел сохранить лидерство в турнирной таблице. Перед заключительным туром первого круга преимущество перед Оршанским Витеном, занимающим второе место, составляет один балл. В Минске прошел республиканский финал детских соревнований по легкой атлетике 300 талантов для королевы. За награды боролись сборная команды всех областей Беларуси, а также города Минска. Состязания проводились в четвертый раз. Учащиеся вторых четвертых классов соревновались в четырех дисциплинах. Эстафетный бег 8 по 50 метров, барьерный спринт, метание мяча на коленях из-за головы и прыжки на скакалках. В итоге первое место в общем зачете заняла команда Гродненской области. Немного отстали юные спортсмены из нашего региона. У сборной Гомельской области второе место. Замкнули тройку сильнейших ребят из Могилевского региона. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин